МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радионародная волна на частоте 14.30 М99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radioinvc.com и на нашем канале в YouTube. Также radioinvc с помощью бесплатного приложения на ваших айфонах, айпадах. Ну и те, кто пользуется андроидом, через браузер просто наш веб-сайт radioinvc.com. Все идет в прямом эфире. Можете слышать, видеть, участвовать. Всем привет. Смотрю, наши израильтяне уже подключились. Кроме того, нам передают привет из Южной Каролины. Светлана, спасибо. Светлана, привет. Израильтяне нам привет. Шалом. И, ну, все, которые нас слушают, вам добрый день. Здравствуйте. Давайте общаться. Я все утро посвятил тому, что слушал, смотрел, наблюдал за слушаниями в Конгрессе, полностью посмотрел слушания в юридическом комитете, половину примерно слушаний в комитете по разведке, я заболел от этого убожества, которое... Это просто уму непостижимо. Ты, наверное, тоже слушал то, что происходило в юридическом комитете. Да, мне повезло послушать юридический комитет. Я, к сожалению, не слышал вообще о комитете по разведке, но я себя представляю. То есть я уже получил идею о том, что там все-таки происходило. Ну, то же самое. Абсолютно все. Очень показательно. Ты заметил, если до первого перерыва в комитете по юридическом комитете они еще пытались что-то говорить по поводу... Немножко на приподнятых тонах. Пытались говорить калужин, там что-то, там в первый, так сказать, том доклада, чего-то, потом после короткого перерыва, все, эта тема закрыта. Они полностью сконцентрировались на инсинуациях по поводу препятствия правосудия. Причем, самое интересное, такое ощущение, как будто они просто сфокусировались на одном там-маген. Все. Как будто больше там, ну, там в принципе ничего не могло быть. Почему? Ему задали три вопроса, на которые он обязан был ответить. Вы считаете, что... Сейчас, вот видишь мысль. Насчет там-маген... А, вы считаете, что президент не имел права увольнять коми? Имел. Вы считаете, что президент не имел права уволить этого прокурора специального? Имел. Вы считаете, что президент имел право уволить Розенстина? Имел. Тогда он что-то из этих сделал? Нет, подожди. А еще был вопрос. А, я не помню, в этой серии или в другой... Да что-то сделал? Нет, ничего не сделал. А еще был вопрос. А он имел право уволить тебя без, так сказать... Да, да, да. Без причин. Да. Все. И тут же следующий вопрос. Он ничего этого не сделал? Тогда вообще, а каком... Он кому-то запрещал с вами разговаривать? Нет. Он вам предоставил все бумаги? Да. 1,4 миллиона бумаг? Да. Вы их все прочитали? Нет. Советника президента допрашивал 30 часов, если не ошибаюсь. Да, Магена 30 часов. Это вообще случай беспрецедентный, когда советник президента юридический вообще отвечает на чьи-либо вопросы, потому что существует привилегия президента. Конечно. То есть, вообще вот открытость президента во время этого следствия беспрецедентна. И тем не менее, эти ублюдки пытаются состряпать дело о препятствии правосудия. Но уму непостижимо. Хотя некоторые особо страдающие от Трамп-дерейнджмент-синдрома... Я там один... Обращение русскоязычных пишет какой-то поц по имени... О, простите. Парень по имени... Особой ценности. По имени... Фамилия у него Фактор, по-моему. Он так подписывается. И он пытается нарисовать картину. Жалкие республиканцы крутятся, выкручиваются, изворачиваются. Чего им изворачиваться? Это же ваш шлепок, ушлепок этот Недлер пытается там... Ты заметил вот эту вот вещь интересную? Когда дело доходило... Без всякой предвзятости. Когда дело доходило до демократов, один и тот же. Вот они долбили, долбили, долбили одну и ту же точку, да? Наверное, по системе вода камень точит. Вот они долбили в одну и ту же точку. Как только подходит дело к республиканцам, ребята раскрывают фронт. И они его толкают со всех сторон. Он не знает, куда ему деваться. Очень эмоциональное и очень по существу выступление Гомера. Гомера, да. Конгрессор Гомер. Просто шикарный человек эмоционально очень, и все абсолютно по делу. Да, Луи Гомерт, он и потом этот Гетц тоже был молодец. Но наш Редклэфф все это начал. Он умничка. Давай, берем звонок, потом вернемся. Добрый день, господа. Здравствуйте. Добрый день. Знаете, имел счастье сегодня ехать на работу. Я в Индиане работаю, так что я имел возможность слушать. На 560-е. На утром, вы знаете, есть шоу Дэн и Эми. Вот, и он, он вообще обладает обалденным чувством юмора. И он каждый, когда Мюрер стал выступать, и проходит там 10, он постоянно говорит, господин Мюрер, а вы читали Мюрер репорт? Он да я. Вы его читали хотя бы? Явно, что он его не написал. А потом, как только стали демократы задавать вопросы, говорят, ну я думаю, что 50% на нашей станции драпнули слушать, потому что, говорят, это слушать невозможно. Я забоял. Невозможно. Это был какой-то, я не знаю, как называть, цирку, называйте как хотите, но это не было реально, это невозможно. Это же кино невозможно, потому что не поверят. Будущие потомки, что вот такое могло твориться в Конгрессе или в Сенате на слушании. Просто развожу руки, ну что можно сказать? Как вы знали, ублюдки, дебилы, называйте их чем хотите. Для них не доходит, к сожалению, понимаете? Да. Спасибо большое. Спасибо, Адекс. Да, помнишь, перед тем, как они устроили слушание, мотивировка у них такая, мол, книги читают не все, а вот кино посмотрят. Они решили этот доклад превратить в некое кино. Он должен был придать жизни. Хреново получилось. Да, хреновое кино получилось. По-моему, книжка даже была интереснее, чем вот это кино, которое они показали. Я тебе скажу, я не знаю вот дальше, как, ну хотя, ты знаешь, им же абсолютно пофиг, вот этим вот Недлеру, Шефу, да, вот опозорился, сел в такую глубокую лужу с дерьмом, встанет, отряхнется, и завтра будет с тем же лицом... Абсолютно. И то же самое говорить, что... Я тебе больше скажу. Я слушал эти слушания по WLS 890. Вернее, я слушал их на телефоне, и тут же слушал Крис Плента, его комментарии. Мне было просто смешно и интересно. Но когда передавали новости, вот WLS, да, а сейчас, только что Малера спросили о том, мог ли он оправдать президента, и Малер сообщил, что нет, оправдать президента он не мог. Это в новостях, Сережа. Редклифф по этому поводу разложил все по полочкам, и не только. Он, кстати, в комитете по... Давай примем звонок, давай примем звонок, потом продолжим. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, вот я, в общем-то, то же самое думаю, что и вы. Но дело в том, что Натлерой действительно, он спокойно к этому относится, потому что за их спиной все средства массовой информации. То есть они совершенно по-другому представят все то, что там происходило. И вот такие полезные идиоты, как вот в предыдущей передаче выступал один, по поводу климата, они так и воспримут то, что им скажут. Понимаете? Вот в этом и дело. Потому что у них в управлении средства массовой информации. Спасибо большое, Мария. Ну, в данном конкретном случае все совсем несколько... Может, они оклемаются, очухаются, получат токен-поинты, и уже завтра, возможно, они что-то начнут. Но сегодня даже лево-радикальное отребье на МСНБС, на СНН в такой растерянности находились. И Чак-то попытался как-то ситуацию исправить. Мол, ну, по содержанию, по смыслу демократы получили все, что хотели. Вот и это, и это, и это. Но картинка была такая очень... Ну, Сереженька, но он забыл объяснить, что же они все-таки получили. Они таки получили. Они действительно получили. Подзатыльник, подзад, я знаю, там еще... Слушайте, если уже Крис Волос, демократ, зарегистрированный демократ, такой шпион на Факс-Ньюс, который сказал, что это был дизастр. Да? Крис Волос дал оценку тому, что происходило. Дизастр. Мало того, Додик Аксельрот, бывший, так сказать, серый кардинал Барака Хусейновича, тоже сказал, что это было дизастром для демократов. Другими словами, все было рассчитано на картинку, потому что изначально было понятно, что Малер не скажет ни одного слова больше, чем написано в репорте. То есть все понимали, что задача демократов заключается в том, чтобы талдычить, талдычить, талдычить и произвести впечатление на богиноголовых, чтобы число их выросло. Но картинка настолько жалкая. Действительно, Малер либо он сыграл роль, я вот все думаю. Вот я поэтому задал вопрос Алексею Орлову. Или он сыграл такую роль, прикинулся шлангом, или он действительно уже вышел из ума. И тогда у меня другая теория. Это значит, специально поставили старика, который уже слабо соображает, а заправлял всем. Эндрю Вайсман. Абсолютно. И он не зря был назначен Малером сразу, человеком, который формирует эту банду. И в эту банду вошли клинтоновские подстилки. Абсолютно. И задача была у них одна единственная. Попытаться всеми правдами и неправдами свалить президента Трампа. И на это было потрачено миллионы долларов денег, времени, средств и так далее. В общем, в борьбе за власть все средства хороши. Вопрос. Мне очень понравился Джим Джордан. Типа так, 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 так. Но у меня есть хорошая новость. Да, он умничка. Я его обожаю. У меня есть хорошая новость. Генеральный прокурор Баар и прокурор Дюрам занимаются этим вопросом. Он просто умничка. Я вот обожаю этих. Вот Мерлз, Джордан, Девин Нюнес и этот Редклифф. Вот просто обожаю. Кстати, вот в комитете по разведке как раз Нюнес и Редклифф. Ну, Редклифф был и там, и там. Да. И красавец. Еще кто-то, я не помню кто. Из Ахая еще один конгрессмен, который достал кучу книг, учебников и так далее. Мы, говорит, сами учились, наверное, в разных школах. Ну, вот, кстати, текстбук из вашей школы. А вот, так сказать, все законы, вот все правила уложения. Я искал и пытался найти, где же вот экзонерейшн, так сказать, вот этот термин, о котором вы написали. Это предпоследнее слово в вашем докладе. Но, говорит, а разве прокурор? У вас, разве, говорит, у вас полномочий больше, чем у генерального прокурора? Он, говорит, нет. Он, говорит, дело в том, что, опять, говорит, так вот, если у вас не больше полномочий, чем у генерального прокурора, генеральный прокурор не может экзонерейт. Оправдать. Оправдать, да, подозреваемого. Не может. У него нет отдела по оправданию. Нет такого, нет. Это не его задача. Для того, чтобы наши поняли, Сережка, дорогие наши друзья, запомнить, в Америке, хотя от того демократы или нет, присутствует презумпция невиновности. Никто не должен никого оправдывать. Человек изначально считается невиновным. То есть... И задача прокурора доказать его вину. Другими словами, ни прокурор не может оправдать, даже суд не может оправдать, потому что суд не оправдывает. Человек изначально невиновен. Если прокурор не смог доказать, и суд не принял решение обвинительное, не вынес приговор, человек изначально невиновен. Но ведь мы живем в перевернутом фрикен демократами, социалистами, коммунистами и прочим лево-радикальным отребьем мире. Специальный прокурор, на самом деле не он, а как выяснилось, судя по той картинке, которую я наблюдал, ему задали вопрос. А вы присутствовали там? Нет, я почти не предан, да, на нескольких. Я в этом и на самом деле сидел старикашка Мюллер, получал зарплату. А негодяй Вайсман, вы помните это дело, когда Энрон, как Энрон, Энрон, компания, которую он развалил там десятки тысяч людей. Посадил из четырех человек. Десятки тысяч людей потеряли работу, он уничтожил эту компанию. Мы сейчас говорим про Эндрю Вайсмана, большого друга Хилари Клинтон. Так вот, он развалил эту компанию, он посадил четырех экзекутивов, двое из них умерли. И когда кейс дошел до Верховного суда, до Конституционного суда, это вообще трудно себе вообразить, но девять человек, девять судей, из девяти опрокинули этот кейс, он был сфабрикован. И вот этот ублюдок, по сути дела, заправлял всем этим расследованием. Не зря он попал в эту команду, не зря он сформировал эту команду. И демократы без зазрения, ну, что называется, божья роса, хоть что в глаза. Какое зазрение совести о чем ты говоришь, Серёж? Давай говори так. Значит, когда у этого, у Мауэра, когда Рэд Клэв задавал ему вопросы, я сначала честно подумал, что Мауэр одно из двух. Он или под наркотой какой-то, или он действительно в абсолютной прострации. Но, когда дело дошло до Гомерта, если ты помнишь, Мауэр не выдержал и вызверился на него, когда он ему сказал, I will take your question, помнишь? Да, да, да. То есть, этот Гомерта, ему уже не нужно было задавать вопросы. Он просто его смешал с грязью, и вот тут вдруг Мауэр показал своё лицо. Вот тут он проснулся. Проснулась, да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Добрый день. Мы там всё правильно говорили по поводу Конституции. Человек изначально невидимый, но в последние годы, что, скажем, с Вайнштейном, как размазали его по стенке, то всякого обвинения и других таким же образом. То есть, в принципе, Конституция вроде бы написана, но как в сталинское время, она в настоящее время не исполняется. Скажите мне, пожалуйста, можно задать вам вопрос? Да. Скажите, пожалуйста. Если, ну, будем говорить так, Конституции не существует, да? То есть, вы считаете, что прокурор имеет право оправдательного приговора? Нет, нет, нет. Если вы правы совершенно, я говорю о правоприменении всей этой практики, вот на примерах, скажем, Вайнштейна того же. Да. Ну, там был нехорош, ладно, но его уже обвинили до всякого официального обвинения. Его размазали. Нет, секундочку. Когда выходят свидетели преступления, которые, они не просто свидетели, они там были в это время, а когда выходят женщины, которые, они фактически обвинители... Об этом я и говорю. Они обвиняют, лживо обвиняют. Нет, то, что... Я понимаю, о чем вы говорите, но вы понимаете разницу между тем, что сейчас происходит, и тем, что произошло с Вайнштейном? Его размазали по... Кстати, между прочим, спасибо, что вы это сейчас подняли, эту тему, потому что, если вы слышали, следите за новостями, уже демократы идут на попятную в отношении Фрэнкина. Ну, потому что через год должен клубок каким образом развязаться, и я думаю, что он развяжется, так сказать, как надо. Сейчас еще раз. Ну, я не знаю, как надо, но я говорю о том, что, по-моему, демократы уже поняли, что они слишком много дали власти вот этому Me Too Movement, и что, если это будет продолжаться таким макаром, то сядут все демократы просто. Это бумерангом ответить. Конечно, они просто все сядут. Вот и все. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Поэтому я думаю, что сегодня мы будем слышать совсем другие мнения и по поводу Вайнштейна, и по поводу Эпштейна, и по поводу Фрэнкина, потому что демократы наконец-то поняли. Восемь человек уже как бы сожалеют, восемь сенаторов сожалеют о том, что Фрэнкин подал в отставку. Правда, Джилла Брэнд, это сенатор из Нью-Йорка, она, правда, сказала, ну, а я тут ни при чем. Причем здесь я-то? Вообще она выступила инициатором всего этого. Ну, конечно, она же всего этого Me Too Movement. И она выступила инициатором отставки Фрэнкина, а тут в интервью она говорит, да нет, ну я-то тут при чем? Это вот он сам подал в отставку. Да, добрый день, вы в эфире. Плясет как вошь на гребешке. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, как всегда, у меня как бы есть тоже свое мнение в этом плане. Вы знаете что? Вот смотрите, когда доходят до демократов, у них совершенно другая, они по-другому это оценивают. То есть дабл стандарт. Они не откажутся от Me Too. Им это нужно, но в то же время они будут так же, как вот с делом Смолота. Раз, и закрыли. Хотя он явно просто преступник. То же самое с Клинтон, было вот с Эллисоном, Кейси Эллисон, ну и так далее. То же самое будет происходить. Это действительно как в сталинской России. Если ты не член партии и не приближенный, и на данный момент тебя не надо трогать, так тебя не будут трогать, чтобы ты не сотворил. А если республиканец, то, соответственно, они будут судить, они будут придумывать, они будут изворачивать и так далее. Спасибо большое. Да, спасибо. Добрый день, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, мне не удалось посмотреть вот это шоу. Ваше счастье. Вот кто-нибудь задал вопрос Миллера о том, почему он набрал себе среди помощников, чтобы быть демократов. И угадайте с одного раза, что он ответил. Алло? Да-да, угадайте с одного раза, что ответил Малер по этому вопросу. Я, к сожалению, не могу угадать, потому что это очень трудно. Это очень простой ответ, потому что Малер тут же сказал, что он не имеет права об этом говорить. Ясно. Ну вот. На самом деле, так оно и получилось, что демократы формулировали свои вопросы. Но они же репетировали. Ну, у нас накануне говорил, что, похоже, они пытаются, так сказать, отрепетировать. Слепить из чего-то пулю. Слепить, да, пулю. И на всякий вопрос демократов он был поставлен так, чтобы оно нужно было сказать, да, коррект, да, коррект, да, коррект. А иногда он вдруг засомневался и просил, а где вы это взяли? Когда-то пока... Причем там уже было на экране, и он даже этого не понял. На экране выставил, да? Ну-ка, еще раз, какая страница, где чего? В общем, схема такая. Демократы отрепетировали с Малером вопросы, какие они будут задавать, они будут формулировать, по сути дела, ответ Малеру остается только сказать «да». То есть, вот так. А что касается республиканцев, которые пытались ему задать вопросы, ответ звучал примерно так. Амнат Гет Интудес, я не буду комментировать это. Да, это не относится к моим обязанностям. Да, это не... Или там другой вопрос, это за рамками моей компетенции. В общем, по сути дела, картина такая довольно грустная, скучная, если бы не яркие выступления республиканцев. Но они молодцы. Слушай, я честно, я думал, что им не дадут столько времени его распинать. Но они сделали свою работу. Несколько выступлений, которые на самом деле и создали погоду. В комитете по разведке все это было гораздо скучнее. Вообще, у меня сложилось такое впечатление, что республиканцы поняли, что все это уже... То есть, они сказали то, что они хотели сказать. А там же ведь количество что-то огромное. Там 40... 41 человек. 41 человек, причем куча демократов. В общем, республиканцы закончились, по-моему, стали ушли. Я не знаю, я не смотрел картинку. А не больше ничего. Я просто ехал еще, когда в машине, включил радио и слышу один... Ну, обычно же чередует. Там демократ-республиканец, демократ-республиканец. Ну да. А тут что-то один за одним демократы. И практически одно и то же. Талдычат, талдычат. И это уже стало настолько мучительно слушать. Я аж заболел. Я натурально, физически заболел. Ты знаешь, это действительно позор. Я тебе скажу, почему еще это позор. Я, как всегда говорю, один из тех идиотов, который еще тратит свое время на российские новости. И я обязательно всегда просматриваю программу «Время покажет». Почему? Потому что там это вот четкое отражение того, что происходит в пропагандной России. Так вот. Почему меня бесит то, что происходило сегодня? Потому что ровно сегодня вечером, если не завтра утром, они будут смеяться над американским правительством и какой ерундой мы здесь занимаемся. И вообще называются вот эти великие американцы, которые бла-бла-бла-бла-бла. То есть мы сами сами себе портим вот эту репутацию. Не мы, демократы портят всей стране вот эту репутацию. А люди-то там слушают и они они же не понимают, что здесь происходит. Сидят там два дебила американца Майкл Бом и там какой-то там поляк-американец и они кричат «Трамп, он враг американского народа». Понимаешь? Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Да, говорите, пожалуйста. В этих слушаниях, насколько я понял, выяснилось много нарушений закона. И ну разный Больштейн составил там ложное отдельное обвинение. Ну это раньше было. Ну в общем здесь в течение этих слушаний выяснилось, что просто очень много нарушений, реальных нарушений закона. Будет ли кто-то осужден и посажен? Разбирается ли так сказать дело в суде или в каком-то да, следствие, сейчас следствие происходит, поэтому я думаю, что будут и обвинительные приговоры, вернее, обвинительные представления в суд и так далее. Но, что меня еще вот, ну я просто, меня это поразило. Когда у Малера, когда Малера задавали вопрос республиканцы, скажите, почему вы не расследовали, допустим, там, отношения Клинтон компании с Fusion GPS и так далее, значит, вообще человек, такое впечатление, как будто, ну вот он, он даже действительно не понимал, что у него спрашивают, то есть, вы о каком Fusion GPS, а кто такой Глэн Симпсон, вообще, кто это такие люди, он, ну он не понимал. Как фамилия этого, Мефсуд? Мефсуд, Мефсуд, да, да. Джордан был красавец по этому поводу, значит, это мальтийский разведчик. Разложили по полочкам, Джордан разложил все. Мефсуд, значит, сказал Пападополосу, что якобы у русских есть грязь на Хилари Клинтон. Пападополос в баре сказал это австралийскому министру иностранного, дипломат, дипломат. Тот быстренько слил это в ФБР, якобы вот это. Причем звучало это так, Мефсуд это русский агент. А по сути делаю, фактически Мефсуд является большим другом западных разведок. Особенно ФБР, кстати. Да. То есть складывается такая картинка. Это Джордяй Коми зарядил Мефсуда, чтобы тот спровоцировал Пападополоса. Потом вдруг каким-то образом этот оказался дипломат австралийский. Они же его вы они специально Пападополоса вызвали в Англию, чтобы изолировать его от американской разведки. Вызвали его в Англию, туда прислали австралийского дипломата, чтобы Пападополос ему рассказал. Представляешь, как это было все закручено? на самом деле налицо такая операция, просто другого объяснения этому нет. Многоходовочка такая. Да. И вот все это сейчас расследуется. Я очень надеюсь, что длинный жертв Коми сядет в тюрьму, потому что он в нескольких местах нарушил закон. Во-первых, слил информацию секретную, он в этом признался на слушание и так далее. что... Ну ты сейчас, давай мы уйдем на период. прием звонок уйдем на период. Добрый день, вы в эфире. Говорить, пожалуйста. Да, говорить. Скажите, пожалуйста, или это я ошибаюсь, вроде бы в начале, когда заварилось это дело, Майер сказал, что он не пойдет на слушание. Было это такое или нет? Было. Он участвовал в девяти минуте... Ну, вы понимаете, это был такой тоже ход к нему он в девятиминутной пресс-конференции сказал, что я все сказал, все, что я хотел в своем рапорте, можете меня дальше не вызывать и так далее. Да, но вы же понимаете, слон тоже съест три тонны орехов, но кто же ему их даст? То есть, Майер, будучи просто, я так понимаю, марионеткой в руках Демократического Конгресса, его просто заставили, я так понимаю, потому что я иначе тоже не понимаю, зачем. Спасибо большое, абсолютно, потому что репорт, как таковой доклад Майлэр, не возымел того эффекта, на который рассчитывали демократы, они рассчитывали, она пшик, издушек, и все, и как-то оживить это надо было, они решили, вот я же говорю, у них лозунг был такой токенпоинт, книги читают не все, а кино посмотрят все, и прокололись, кино получилось весьма дерьмовым и скучным, и я не знаю, и бюджет потрачен зря, денежки потрачены зря, и демократы, ну, Надлер-то тому хоть в глаза, все божьи роса, другой бы на его месте со стыда провалился, но вообще, если посмотрите на эти лица, Надлер, сволвел, потом еще один с итальянской фамилией, Штимпок, такой визгливый, Гараманди, А, да, Гараманди, это из Калифорнии, а этот какой-то, откуда-то Мэйн, оттуда, с Норс-Ист, окей, реклама, реклама на народной волне, слушайте внимательно, очень интересно и полезно для вас, ну, а мы всегда дадим возможность высказаться нашим слушателям, итак, говорите, пожалуйста, здравствуйте, здравствуйте, а вот, насчет этого, как вы его называете, Малер, Мюллера, да, Мюллер, а вас я попрошу остаться, у демократов, как бы, у них был дирижер, какой-то там, Георгиев, который, верный путинец, все было построено определенному, праву, вот, если, допустим, один начал какую-то тему, и кончил, то следующее, после него, эту тему продолжал, да, а потом продолжал опять, то есть, как бы, не прекращалось, на минуту, ну, там, три-четыре человека, их говорили, на одно и то же, потом кто-то, немножко, шел в другом направлении, но, все было, и как я тут говорю, правильно сказал Сергей, как он отвечал, right, right, правильно, что он там, он не хорошо отвечал, вообще, как будто заблудился где-то, какие-то вопросы, он смотрит, как баран, но он же, так его, понятно, спасибо большое, thank you very much, итак, знаешь, что у меня, еще одна вещь, которая меня поразила, но к этому времени уже было поздно, значит, когда республиканцы закончили все свои выступления, в юридическом комитете, там осталось буквально 4-5 демократов, которые должны были вставить свои две копейки, да, и одна женщина, по-моему, она то ли из Джорджии, то ли она из Алабамы, откуда-то из этого, короче, она, во-первых, раз 300 поблагодарила его за его отличную работу, а потом она ему сказала, итак, скажите мне, не правда ли то, что 7 человек из окружения, в окружении Трампа, были обвинены и посажены, был ли обвинен Менефорт, yes, был ли обвинен Флинн, yes, Майкл Коуэн, yes, там еще, yes, а не правда ли то, что 30 человек, россиян, было выдвинуто обвинение, бла-бла-бла, yes, я вас благодарю за эту замечание, теперь, у меня вопрос, а за что были посажены эти люди, умничка, и есть ли это какое-то отношение, скажите, пожалуйста, господин Малер, за что сел Флинн, за то, что он меня обманул, сейчас мы к этому вернемся, добрый день, да, говорите, пожалуйста, я хочу просто задать вопрос, а не желали бы вызвать на слушание в Сенат, вот этого Вайсмана, который, так сказать, Эндрю Вайсман, мне просто интересно, ну, вы понимаете, это мы знаем все, прекрасно понимаем, что написал, и все это дело сделал он, но, так как он, его имя не участвовало, он не был ни специальным прокурором, ни генеральным прокурором, вызывать его, как бы, давать показания, тогда нужно вызывать все 19 адвокатов, которые работали на Малера, вы же понимаете, этим никто заниматься не будет, поэтому, был бы Вайсман, имел бы ли он, если бы он имел какой-то официальный портфель, наверное, да, но так как он считался просто одним из адвокатов, нет смысла. То есть, его наняли на работу в офис специального прокурора, одним из 19, а сегодня, на сегодняшний день, офис закрыт, должности у него нет, он частное лицо, ну и потом, понимаете, в чем дело, хотя, наверное, вот это имело бы смысл, потому что, вот, скажем, ново-трамперы, и прочие страдающие, от трамп-дерейджмент-синдром, которые смотрят CNN, и MSNBC, они действительно не знают, некоторые читают, да, между прочим, которые, раз в пятилетку, выдают нормальную информацию, ну так, потому что, я знаю, почему Daily Mail выдала эту информацию, потому что MSNBC, CNN признали, что это катастрофа, это позорище, уже можно, уже дали отмашку, можно дали, да, давай вперед, давай, так вот, о чем я говорил, ты говорила, что если бы он имел, то есть, его можно было бы вызвать, этого Вайсмана, да, но, все равно, никто сейчас не зовут, а делают, и не для того, чтобы наши Невертрамперы, и те, которые Дюренч-синдром, ну все, потерял, ну что, ну короче, чтобы они слюной, и зашлись, вот типа Леньки Могилевского, да, 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 он, я так понимаю, что чувак просто скоро загнется, потому что импичмент, кажется, не светит, нет, нет, похоже на то, да, но вот, я боюсь, что он информацию, вот только с этих комментариев, он, по-моему, телевизор не смотрит, не говоря уже о том, что он Факс Ньюс просто произнести, боится у него, судороги начинаются, а те, кто смотрит CNN и MSNBC, они не знают всей подоплеки, не знают, каким образом это происходило, они не знают, что Малер на самом деле выполнял роль пешки, оказывается, что с первого дня он поручил формирование этой банды, Эндрю Вайсману, у которого репутация, но ниже просто некуда, собственно, почему Малер его и взял, я не думаю, что он сам, хотя может и сам взял, я не думаю, что его Малер взял, мне кажется, что его назначили без Малера, то есть у него репутация, такая очень грязная репутация у этого прокурора, то есть порядочный человек с ним на один гектар не сядет, не зря он его взял, а тот набрал, и он занимался, кстати, это уже известно, что не Малер формировал эту банду, а именно Эндрю Вайсман формировал эту банду, он взял там клинтоновских адвокатов, которые работали на Клинтон, на фонд Клинтонов, на эту машину по отмыванию денег, по обогащению Клинтона, прошу прощения, те, которые еще не знают, вот тот адвокат, который сидел рядом с Малером на слушаниях, это как раз был адвокат, который занимался защитой Клинта, который занимал, был в команде Клинта, когда разбивали ее телефоны, вот этого главного айтишника, он занимался, представлял его интересы, чтобы поняли, грязная совершенно команда с определенной целью дискредитировать президента, попытаться его свалить, то есть такая попытка заговора, на самом деле. Добрый день, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы меня отключили, я не закончил. Кстати, сегодня было голосование по поводу бойкота Вьетнам, а, Израиля. Вы слышали это? Мы сегодня слушали немножко другое, если честно. Окей, это очень интересно, слушать то, что происходит в Конгрессе, помимо. Они обсуждали, бойкотировать Израиль или нет. И признали это, значит, сколько там, 17 человек было за, за, а остальные были против. Да, они признали не бойкотировать. Да. В Америке не будут. Окей, спасибо большое. То есть, в демократической партии, явно ярко выраженных, не скрывающих свои антисемитские, так сказать, настроения, 17 человек. Остальные, не потому, что они не являются антисемитами и врагами Израиля, или недругами Израиля, а потому, что они похитрее маленько, они скрывают. У них, очевидно, избиратели, часть из которых может отреагировать неправильно. Вполне возможно. А у этих, так сказать, палестинцы в избирателях, там, сомалиицы, в общем, люди с другой религией, которые открыто ненавидят Израиля и евреев, поэтому они голосовали за бойкот Израиля. Да, ну, я тебе скажу, что мне сегодня, вернее, что мне будет интересно, я надеюсь, просто надеюсь, что завтра утром на Факс выступит Дана Бразил. И я надеюсь, что ей зададут вопрос, что она считает, вернее, что она думает по поводу вот этих слушаний. И я просто не могу дождаться услышать, как это, прошу прощения, женщина будет выкручиваться и обеливать вот этих демократов. Поверь мне. Не могу даже. Они сегодня ночь проведут Think Tank. Будут думать, как им выкрутить эту ситуацию в свое понимание. Почему, да, напряжу, потому что... Так же, как чата, я сказал тебе сегодня. Ну, да. Чатат вынужден был признать, что это выглядело, конечно, не очень, но при этом, при этом демократы получили то, что хотели. Пинка под зад получили твои демократы, чат. Они так рассчитывали, что это будет такое взрывное действие, и что американцы схватятся за голову, начнут посыпать голову пеплом. Да как так можно? Импичь его, импичь, не кроме придурков, никто больше, так сказать, никак не опреагирует. Причем ты виду, да, как они его поставили быстренько в позу пьющего воду оленя, я имею в виду Малера, когда ему задавали вопрос, то есть вы считаете, вот, судя по вашему репорту, там был импичи, был офенс, он же не может ответить, он же не может, а тем, что он говорит, я не могу ответить, он еще хуже, глубже роет себе яму. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Я думаю, почему потом в конце выступали в основном демократы, надо не забывать, что это конгресс, а там большинство демократов. Ну да, да, да. В самом-то институте, видимо, большинство и большинство демократов. А потом следующее, что касается Нюнера, ну он выглядел, конечно, как дохая кошка. Я посмотрела CNN, и все же потому, какие у них были очень грустные, и очень печальные глаза, как у той селедки. Это совершенно понятно, что, ну, они сильно проиграли вот этими слушаниями. А еще, единственное, кто был там зубавстый, так вот, я не вникала во все, это был Джордан. Нюнер оказался очень беззубым. Он не был готов, что можно было предсказать, что Нюнер будет говорить, я не могу на это ответить, я не могу ответить. Он оказался беззубым. Джордан как всегда был на высоте. И еще, по-моему, Джордан задал ему вопрос. Вот он-то тебе врал, хорошо, а вот этот тебе, сколько раз он тебе врал? Не знаю, не помню. Да, да, да. Как он называет, самим ли он? Три раза. Мисс Фуд врал? У тебя, у тебя в репорте в своем три раза. А как так оказалось, что его не судили? Да, абсолютно. Абсолютно. Не могли они его судить, потому что это был агент, агент вот этих заговорщиков. Он с этой целью был заслан, поэтому как они могут его судить? Да. Спасибо большое. Понятно. Но, по-моему, они показали всю суть демократов. Конечно, но я вам скажу, еще не вечер, потому что расследование еще идет. То есть, ставить точку на том, что его не привлекут, я имею в виду этого Масуда, тоже, в принципе, то есть, там есть за что ухватиться. Другой разговор, хватит ли у республиканцев, я имею в виду у нашей сегодняшней Department of Justice, хватит ли у них политической воли для того, чтобы по полной программе это дело раскрутить? Или они дойдут до определенной точки, а дальше не-не. Вот это будет интересно. Спасибо. Спасибо вам большое. Он поддержан на бар. Бар, да. Да, да. Поэтому они его так и атаковали, они почувствовали, что с жареным запахом, что пришел нормальный, так сказать, человек, прокурор, который будет расследовать беспристрастно все, что происходило, не только, так сказать, это, а что происходило до этого, что послужило поводом, мотивом и так далее. Все будет расследовать, поэтому они и кинулись атаковать бар, обвинять его в неуважении к Конгрессу и так далее. Ну, в общем, ну, понятно. Цирк. Спасибо. Спасибо большое. Абсолютно права наши радиослушательницы. И вообще, трудно было предположить, что вчера Хеннеди по этому поводу давал очень правильный совет. Не ждите, что он ответит на вас. Он не будет отвечать по пунктам, чтобы донести до аудитории, ведь смотрят, так сказать, те, кто смотрит Хеннеди, знают, какая каша заваривалась, какой заговор готовился. И все это знают. Но те идиоты, которые черпают свою информацию от этой Мэтт Кау или там Джо Шмоб, Вики, да, они же не знают, что происходит. Они верят той лжи, о которой их два с половиной года кормили, что есть неопровержимые доказательства того, что Трамп колуда, Трамп конспайр. Ну, в общем, весь этот бред, они пропитались этим. Поэтому рассчитывать на то, что Малер ответит на вопрос, не приходилось. Поэтому абсолютно точно каждое выступление республиканца должно было показать всю несостоятельность. Задать наводящие вопросы, чтобы он на них не мог ответить, но тем самым... Сформулировать ответ в вопросе, чтобы публика, которая питается дерьмом из CNN и MSNBC и ABC CBS услышала, о, мама дорогая, так оказывается, вот что на самом деле-то. Не все, не важно, нево-трамперы там или особо либеральные 25% населения, которые просто обдолбанные, на них это не повлияет. Но какая-то часть хоть будет представлять какую-то картину реально происходящих событий. Потому что я смотрю, даже некоторые русскоговорящие уроды до сих пор думают, что Путин посадил Трампа, а они об этом пишут. Не, ну это тролли, мне кажется. Это чисто тролли. Это не тролли. Это чуваку явно нужно обратиться к специалисту и явно повысить дозу лекарств, которые он принимает. Добрый день, вы в эфире. Я вот думаю, здравствуйте. Я вот думаю, что вот те республиканцы, которые сейчас ведут дальнейшее расследование, они по идее должны допросить, вообще выяснить, кто конкретно, какими разделами занимался у Мюллера так, и это уже восьмон, задать ему соответствующие вопросы. Хорошая мысль, но я боюсь, что ничего этого не произойдет. На самом деле, просто репутация, остатки репутации, которые были у Вайсмана, может быть, но очевидно, его будут использовать в каких-то трюках, в грязных делах. Не более, не менее того. Навряд ли он попадет на кризис. Вы понимаете, когда проводится вот то, что сейчас происходит, они ведь не расследуют каждое слово каждого. Им важно выяснить, с чего это началось, как это продолжалось и как с этим бороться в следующий раз, чтобы оно не повторилось. Спасибо, друзья. Будьте все здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok